Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало. Добрый день, дорогие коллеги. Эти строчки Арсения Тарковского как нельзя лучше подходят к нашему сегодняшнему дню. И вроде бы еще тепло, во всяком случае, в Москве, но лето уже прошло, к сожалению. Но окончание лета означает, что совсем недавно завершился Европейский конгресс кардиологов, который в этом году проходил в Амстердаме. Европейский конгресс кардиологов традиционно это самое яркое, самое знаковое событие кардиологии в мире, несмотря на то, что он называется европейским. Это самое крупное представление клинических рекомендаций и ключевых клинических исследований. И об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Антон Владимирович Родионов, я врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета. Традиционно вторым слайдом должен был бы быть слайд с конфликтом интересов. Я его забыл вставить, поэтому на словах скажу, что конфликт интересов, требующий раскрытия в нашей сегодняшней презентации, отсутствует. И мы с вами просто поговорим о новостях конгресса. Мы обсудим не все, но основные, наверное, самые важные клинические рекомендации по сахарному диабету, по острому коронарному синдрому, по сердечной недостаточности. И поговорим о так называемых хотлайнах, горячих исследованиях, то есть тех ключевых исследований, с которыми нам придется жить в ближайшие годы. Итак, начинаем. Начать мне хочется с обсуждения рекомендаций по сахарному диабету. Для кардиологов это уже четвертая инкарнация этого документа. И я, наверное, с особым теплом хочу поговорить об этом документе, потому что мое глубокое убеждение, что не только эндокринологи, но и кардиологи, но и терапевты должны уметь лечить сахарный диабет. Сахарный диабет второго типа, во всяком случае на той стадии, когда пациент не нуждается в инсулинотерапии. Более того, мне кажется, что кардиологам идея лечения сахарного диабета гораздо ближе, потому что сейчас в основу лечения сахарного диабета положена стратегия улучшения прогноза. То есть диабетология перестает быть сахарологией, sugarology, такой есть шутливый термин в английском языке. Так вот, диабетология перестает быть сахарологией и становится разделом клинической медицины, которая ориентирована на улучшение прогноза. Итак, давайте смотреть, что нового, что интересного в этом документе клинической рекомендации по сахарному диабету у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прежде всего, это три основные сценария, это сахарный диабет и атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания. Я думаю, что большинство наших зрителей уже хорошо адаптированы к этой аббревиатуре ASSZ, сюда входит ишемическая болезнь сердца, сюда входит церебровоскулярная болезнь и периферический атеросклероз. То есть это те сердечно-сосудистые болезни, в основе которых лежит атеросклероз. Второй сценарий – это сахарный диабет у пациентов с сердечной недостаточностью. И третий сценарий – сахарный диабет и хроническая болезнь почек. Это не полный, естественно, перечень новостей. На самом деле, как всегда, в начале рекомендации идет там пару страниц таблицы, что нового. Ну, я выложил сюда, собрал на этом слайде то, что, на мой взгляд, имеет наибольшее такое клиническое значение с точки зрения врача-кардиолога, который работает в стационаре, с точки зрения врача-кардиолога, который ведет амбулаторный прием. Итак, первая новость – это новая шкала риска СКОР-2 диабет. Об этом мы обязательно поговорим. Вторая новость – это не то чтобы изменение, но скорее упрощение представления о гликемическом контроле для кардиологов. Тоже, на мой взгляд, очень удачная концепция. Третье – это ранжирование сахароснижающих препаратов с точки зрения сердечно-сосудистой пользы. Четвертое – это необходимость усиления гиполепидемической терапии, то, о чем мы говорим уже давно, и говорим не только в отношении сахарного диабета. Пятое – это применение феноренона, к сожалению, отсутствующего в России препарата, но рано или поздно, я надеюсь, что он появится, препарата с прекрасной доказательной базой, которую мы уже в этой студии вспоминали, обсуждая новости предыдущих конгрессов. Ну и последняя позиция, она тоже очевидна, это скрининг фибрилляции предсердия. Авторы рекомендации подчеркивают, что у пациентов с сахарным диабетом достаточно часто встречается малосимптомная фибрилляция предсердия, о которой неплохо было бы знать. Критерии диагностики сахарного диабета и преддиабета, они не поменялись, это естественно, потому что, конечно, эта рекомендация не того уровня, чтобы менять там определение. Поэтому в данном случае я всего-навсего этот слайд покажу для того, чтобы просто напомнить хорошо, я надеюсь, известные критерии диагностики сахарного диабета. Это гликемия в двух повторяющихся анализах больше 7 ммол на литр, либо гликозилированный гемоглобин больше 6,5%. Можно ставить диагноз по пероральному глюкозотолерантному тесту, но справедливости ради кардиологи и терапевты делают это крайне редко. Поэтому критерии диагноза, они не поменялись. Что нового в плане стратификации риска? Потому что, конечно, кто о чем, а кардиолог о риске. Кардиолог – это человек, который, в конце концов, снижает риски. Вот так выглядят таблицы стратификации риска. Очень высокий, высокий, средний, низкий. Естественно, наличие ишемической болезни сердца автоматически забрасывает пациента в зону очень высокого риска. Но вот обратите внимание, вот здесь появляется новое понятие – шкала Скор 2 диабет. И в зависимости от баллов по этой шкале Скор 2 диабет пациент, соответственно, может распределяться по зоне риска. Ну, наверное, здесь вы уже ждете, что я сейчас покажу привычную нам по шкале Скор 2 разноцветную схему. Но выглядит шкала Скор 2 диабет не совсем так. Она состоит из двух табличек. И сразу скажу, что не пугайтесь. Вот это выглядит сложно. И вряд ли кто-то, ну, может быть, кроме аспирантов дотошных или ординаторов, будет действительно вручную считать это все на бумажке. Я чуть позже покажу, где можно найти калькулятор, такой электронный инструмент для простого подсчета. Итак, состоит эта шкала Скор 2 из двух страниц. Первое – это подсчет индивидуальных баллов за каждый фактор риска. Анамнез заболевания, статус курения, систолическое артериальное давление, общий холестерин, ЛВП, гликогемоглобин, скорость, клурбочковая фильтрация. Там где-то, кстати, баллов в плюс, где-то в минус. Дальше подсчитываем эту цифру. Дальше переходим вот к этой табличке. И наша страна, к сожалению, вы помните, эта страна с очень высоким базовым риском, поэтому наша строчка всегда будет четвертая. Смотрим возраст и смотрим вот тот балл, который получился на предыдущей табличке. И получаем риск по Скор 2. Еще раз повторю, не пугайтесь, скорее всего, что вручную вот по этим таблицам никто этого делать не будет. Я предлагаю всем скачать вот такой калькулятор совершенно бесплатно. Он есть в любой базе наших телефонных приложений, европейские калькуляторы. Я про него рассказывал, когда мы обсуждали шкалу Скор 2. Я им пользуюсь давно. Но вот совсем недавно в обновлении этого калькулятора появилась шкала Скор 2 диабет. Поэтому в ситуации, когда перед нами пациент с сахарным диабетом без ишемической болезни сердца, нам нужно как-то оценить риски, вполне можно зайти в это приложение. Я вот вчера, сегодня попробовал, как это работает. Я его только вот вчера нашел. И надо сказать, что анализ этого риска, он занимает, ну, ей-богу, там секунд 20-25. Это совершенно несложно. И, наверное, мы к этому придем. Следующая новость – это определение цели лечения по гликемии, то есть гликемический контроль. Опять же, знатоки темы сахарного диабета, те, кто помнят, как выглядят диабетологические рекомендации, ну, например, те, кто знаком с синей книжкой, «Ее величество синяя книжка», наши национальные рекомендации по диабету, помнят довольно сложную табличку целевого уровня гликогемоглобина, где целевой гликогемоглобин определяется, исходя из возраста и коморбидности пациента. И там, ну, она такая не очень простая. Ее сложно, наверное, держать в голове, хотя некоторые там подбирают гликогемоглобин интуитивно. Так вот, для кардиологов предложена более простая схема. И, кстати, на мой взгляд, она более удачная, потому что давайте вспомним, что вот эти вот уровни целевого гликогемоглобина, они прежде всего ориентированы на профилактику гипогликемии. То есть больше всего мы боимся гипогликемии. И когда создавалась та таблица, то создавалась она на основе, ну, скажем так, старых исследований, в которых пациентов лечили, чем помимо метформина, сульфаниломочевиной и инсулином, то есть препаратов, которые потенциально могут вызывать гипогликемию. Сегодня мы будем говорить о том, что современные препараты, те, которые мы используем, те, которые мы можем использовать, они гипогликемии не вызывают, соответственно, требования к гликемическому контролю могут быть более жесткие. И для кардиологов предлагается всего лишь два уровня. Первое. Для пациентов с короткой ожидаемой продолжительностью жизни, то есть более тяжелых пациентов, которые имеют, скажем, тяжелую сердечную недостаточность, это, ну, я это перевел как либеральный гликемический контроль, очень мне нравится это слово. Надо сказать, что в оригинале, в английском языке, там было еще более прекрасное слово, там было написано relaxed, то есть такой расслабленный гликемический контроль, я перевел как либеральный, то есть более свободный, с гликогемоглобином меньше 8,5 и профилактика гипогликемии. А вот для большинства наших пациентов, в том числе для пациентов с ЭБС, у которых ожидаемая продолжительность жизни хорошая, можно и нужно стремиться к гликогемоглобину меньше 7 при использовании препаратов, не вызывающих гипогликемии. То есть, собственно, то, чем мы чаще всего и пользуемся. А теперь давайте перейдем, собственно, к инструментам. Итак, с чего мы можем начинать? Если у пациента риск низкий, низкий или умеренный, то мы можем начинать со старого доброго метформина. Собственно, он никуда не делся, и появление новых препаратов ничуть не умаляет достоинств этого самого старого доброго метформина. Если пациент переходит в зону более высокого риска, то больше показаний для старта терапии с ингибиторов натриев-глюкозного кутранспортера второго типа и тоже, к сожалению, практически отсутствующих в России АГПП-1. И вот таким образом мы с вами переходим к ключевому, к одному из трех, вернее, ключевых слайдов этих рекомендаций. Помните, три сценария. Итак, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Смотрим наверх этой таблички. Снижение сердечно-сосудистого риска независимо от гликемического контроля. Либо АГПП-1, то есть это лироглютит, семаглютит. Пока, увы, мы прекрасно знаем, что этот класс препаратов у нас практически недоступен. А вот что доступно, это классические ингибиторы натриев-глюкозного кутранспортера второго типа. Дальше. То есть почему они стоят у нас на первой позиции? Потому что это препараты с доказанным кардиопротективным эффектом. То есть мы знаем, что независимо от гликемического контроля, там, что бы ни было с сахарами, мы улучшим сердечно-сосудистый прогноз. Дальше. Ну, монотерапия сахарного диабета – это не для всех. Дальше нам нужно как-то терапию усиливать. За счет чего мы ее можем усиливать? За счет препаратов, у которых есть, скажем так, предполагаемая сердечно-сосудистая польза. То есть исследования не такие мощные, но тем не менее скорее да. Это метформин и это пиоглитозон. Возможно, многие слышали это название. Я чуть позже, чуть более подробно напомню, что такое, что за препарат пиоглитозона. Опять же, если нам и этого не хватает, у нас следующая рамочка – это препараты, которые не имеют собственных кардиопротективных эффектов, но во всяком случае они безопасны с точки зрения сердечно-сосудистой системы, то есть они не ухудшают прогноз. Это ингибиторы ДПП-4, прежде всего это ситоглептин, алоглептин, линоглептин, ну и, наверное, вилоглептин, то есть не саксоглептин, про него мы вспомним. Практически не используется в России артуглифлозин. Это новые препараты сульфанилмочевина, это длинные инсулины, гваргин или деглюдек, и это другие АГПП-1, которых у нас тоже нет. И только вот самый конец – это короткие инсулины и это старые препараты сульфанилмочевина. Ну вот я обещал сказать пару слов про пиоглитозон, обещание выполняю. Пиоглитозон – это единственный на сегодняшний день имеющийся в мире представитель класса тиазолидиндионов. Вообще был еще второй представитель этого класса – росиклитозон, но он был выведен с рынка из-за повышения риска сердечной недостаточности. Тиазолидиндионы – это леганды для рецепторов фиперайгама. Мы обычно вспоминаем про фиперайгама, когда обсуждаем плеотропные эффекты некоторых новых сортанов. Там телами сортана, в частности, азил сортана. Так вот, тиазолидиндионы – это как раз агонисты рецепторов фиперайгама, которые обладают свойством повышать чувствительность к инсулину. То есть это препараты, если говорить очень простыми словами, для лечения инсулинорезистентности. То есть они делают примерно то же самое, что делает метформин, но они дополняют его эффект, и сразу отвечу на часто задаваемые вопросы, можно ли их комбинировать, можно и нужно. Это совершенно нормальная, совершенно распространенная комбинация. Пиоглитозон был изучен еще в 2005 году в исследовании Проектив. Там заложили очень сложную первичную конечную точку, по которой формально графики не разошлись, но когда переанализировали это исследование с использованием современной трехкомпонентной конечной точки, то есть сердечно-сосудистая смерть, несмертельный инфаркт, несмертельный инсульт, то, как вы видите, результаты достаточно приличные, получились минус 18%, поэтому можно говорить, что пиоглитозон – это препарат, улучшающий сердечно-сосудистый прогноз. То есть единственное ограничение – это сердечная недостаточность. Противопоказание к назначению этого препарата – это сердечная недостаточность. Поэтому если сердечной недостаточности нет, там есть факторы риска, есть ишемическая болезнь сердца, то препарат использовать можно. Говоря об ишемической болезни сердца, естественно, нельзя обойти стороной антитромботическую терапию. И здесь, в принципе, ничего принципиально нового не произошло. Мы с вами сегодня, чуть позже обсуждаем тему острого коронарного синдрома, будем говорить более подробно о всевозможных нюансах, о всевозможных схемах антитромбоцитарной терапии, возможности деэскалации и так далее. Но давайте вспомним, что сахарный диабет сам по себе – это мощный фактор, увеличивающий риск атеротромбоза. Поэтому здесь, конечно, о деэскалации чаще всего речи не идет. И здесь мы видим с вами стандартные схемы, то есть после острого коронарного синдрома двойная антитромбоцитарная терапия 12 месяцев, здесь никакой деэскалации не предусмотрено. Более того, дальше можно обсуждать пролонгирование двойной антитромбоцитарной терапии класс 2А до 3 лет, до 36 месяцев. Либо просто продолжать монотерапию аспирином, собственно, как мы и делаем. То есть здесь, в общем, ничего принципиально нового не произошло. Но вот единственное, авторы рекомендаций демонстрируют знания клинической фармакологии, напоминают нам, что из-за взаимодействия на уровне цитохромов не рекомендуется вместе с клопидогрелом назначать омепрозол или зомепрозол. Лучше использовать рабепрозол или пантопрозол. Но это известная такая фармакологическая штука. Следующий сценарий – сахароснижающая терапия. У пациентов с сахарным диабетом и хронической сердечной недостаточности. Ну, здесь, конечно же, все хором скажут, мы уже за несколько лет настолько привыкли, что препаратами первого ряда будут глифлозины, то есть ингибиторы натриевоглюкозного котранспортера, прежде всего, Эмпа и Дапоглифлозин. То есть те препараты, которые имеют абсолютно стопроцентную доказательную базу у этих пациентов. Потому что недаром они уже очень прочно вошли в рекомендации по сердечной недостаточности. Поэтому чем больше в пациенте сердечной недостаточности, тем больше показаний к назначению глифлозинов. Ну, а дальше либо отсутствующий АГПП-1, либо ситоглептин или линоглептин, но не саксоглептин. Вот обратите внимание здесь внизу. А саксоглептин вместе с пиоглитозоном в парочке не рекомендуется, запрещены при сердечной недостаточности. Для саксоглептина там какое-то такое странное объяснение, почему симпатическая активация, за счет чего он ухудшает прогноз при сердечной недостаточности, но мы его редко используем. Можно метформин, можно инсулин. Значит, это схема для лечения сердечной недостаточности. И, наконец, схема сценария сахарный диабет плюс хроническая болезнь почек. Ну, прежде всего, обратите внимание, с чего начинается родина. Начинается со статинов и блокаторов ренино-ангиотензиновой системы. Про то, что ингибитор АПФ и сортаны нефропротекторы знают все, я позволю себе напомнить, что статины, особенно аторвостатин, это тоже нефропротекторы. В принципе, ХБП – это собственное показание к назначению статинов. Еще раз вспомним исследование планет. Прежде всего, аторвостатин. Дальше, естественно, нормализация давлений. Естественно, ингибиторы натриевоглюкозного котранспортера второго типа. Опять же, прежде всего, да, по глифлозинку, даже без них. Хотя по ЭМПО тоже есть исследование ЭМПО-кидной. Единственное, я не помню, по-моему, в России его так и не зарегистрировали по показанию хронической болезни почек. Какое-то безвремя не началось. Ну, в принципе, использовать его можно. И, к сожалению, отсутствующий в России, но уже использующийся вовсю в мире, препарат финоренон, как несложно догадаться из названия, финоренон, похоже на эплеренон, это не стероидный антагонист минералокортикоидных рецепторов, то есть препарат, который был создан именно для уменьшения фиброза, для профилактики прогрессирования почечной недостаточности. Опять же, мы обсуждали в новостях Конгресса и в разных других контекстах, исследование Фиделио, исследование Фигаро. Доказательная база для этого препарата очень сильна, но рано или поздно он появится. Все равно прогресс невозможно остановить, там когда-то это произойдет. Все, дальше двигаемся вниз. Опять же, АГПП-1 не нефропротекторы, но их можно использовать. Метформин с осторожностью до скорости клубочков фильтрации 30, там 45-30, я напомню, что снижение дозы до грамма в сутки. Ингибиторы ДПП-4, там прежде всего линоглептин. Линоглептин – препарат с двойным выведением, и там не требуется коррекция дозы практически до гемодиализа. Ну и, естественно, инсулины. Вот таким образом мы с вами рассмотрели три сценария лечения сахарного диабета. Ну, еще раз повторю в завершение этой части, что лечение сахарного диабета до той поры, пока пациенту не нужен инсулин, в принципе, это задача, которую может выполнять любой интернист, кардиолог. Благо, современные препараты не вызывают гипогликемии. И, в общем, если помнить преимущественные показания, противопоказания, то ничего в этом сложного нет. Да, дорогие коллеги, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, а значит, вы можете задавать вопросы. Я постараюсь на них ответить. Я не обещаю, что на все вопросы я смогу ответить исчерпывающе, потому что материалов было очень много, и за буквально неделю мы с коллегами переработали огромное количество документов, но, тем не менее, постараюсь на них ответить. Следующий документ, достойный обсуждения, это рекомендации по лечению острого коронарного синдрома. И впервые в этом году острый коронарный синдром не стали разделять с точки зрения документов, я имею в виду, на ОКС с подъемом, без подъема сегмента СТ. Нет, они остались, конечно. Остался ОКС с подъемом сегмента СТ, остался ОКС без подъема сегмента СТ, но теперь все это сведено в один документ, который, собственно, прошу любить и жаловать. Надо сказать, что каких-то здесь принципиальных изменений, в общем-то, не произошло. То есть не поменялась номенклатура, не поменялись подходы к диагностике острого коронарного синдрома. Слишком много было революционных изменений в последние годы, что в какой-то момент нужно немножко это все пережить. Основные изменения коснулись схем антитромбоцитарной терапии. Об этом мы более подробно поговорим. То есть принципиальная схема осталась та же. Так, говорим об антитромбоцитарной терапии. Это основа, и здесь, в общем-то, тоже пока ничего не поменялось. Аспирин, естественно, нагрузочная доза с первых минут инфаркта и дальше пожизненно. Ингибиторы P2 и P12, нагрузочная доза и на 12 месяцев. Ингибиторы протонной помпы на время двойной антитромбоцитарной терапии. Тоже это мы помним. Про сугрел тикогрелор обратите внимание, клопидогрел препарат резерва. Про сугрел и тикогрелор здесь. Фигурируют с уровнем 1b. Причем, если ЧКВ, то про сугрел предпочтителен. Мы сейчас к этому еще раз вернемся. Клопидогрел рассматривается совершенно четко, как препарат резерва, если недоступны другие варианты. Вот это очень четко обсуждается. Так, на этом слайде представлена ключевая схема антитромбоцитарной терапии. То есть, здесь речь идет и про антикоагулянтную терапию, и про антиагрегантную терапию. Естественно, начинается лечение с антикоагулянтов. Если это инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ, вот ПЧКВ – это первичное чрезкожное коронарное вмешательство. К аббревиатуре ЧКВ все привыкли. Буква П может вызвать вопрос. Это первичное чрезкожное коронарное вмешательство. Значит, это либо нефракционированный гепарин на догоспитальном этапе, либо низкомолекулярный гепарин, либо биволерудин. Фондопоринукс не рекомендуется. По ОКС без подъема сегмента СТ, с правой стороны, тоже вы видите, если это ангиография в первые сутки, опять же, гепарин нефракционированный или низкомолекулярный. Если это отсроченная ангиография, то фондопоринукс. Но антикоагулянтная терапия – это короткий эпизод в жизни пациента, потому что после инвазивного вмешательства все, антикоагуляция завершается. И дальше, собственно, мы обсуждаем разные схемы антитромбоцитарной терапии, то есть антиагреганты. Вот здесь тоже есть интересный нюанс. То, что аспирин дается в нагрузочной дозе на догоспитальном этапе, то есть чаще всего прям вот врачом скорой помощи на дому, это, в общем-то, вещь известная. Вопрос лишь в том, а нужно ли пациенту на догоспитальном этапе давать второй антиагрегант, то есть должен ли вместе с аспирином пациент разживать еще и антикоагрелор или клопидогрелл в домашних условиях. Одно время это было обязательно. Мы говорили о том, что вот этот вот претритмент, предлечение, догоспитальное лечение, оно нужно, и, собственно, скорая помощь так и давала. Здесь, обратите внимание, уже уровень доказательности понижается, и, собственно, при ОКС без подъема сегмента СТ предлечение, то есть догоспитальное лечение вторым антиагрегантом противопоказано. Класс 3 в случае первичного черезкожного коронарного вмешательства, в принципе, это тоже делать не обязательно, это класс 2Б. Вот это тоже, ну, такая относительно новая концепция, но, собственно, к этому мы и двигались. Дальше все привычно. Просуграл тикагрелор в качестве резерва клопидогрелл. И вспомним исследование ИСАР-РЕКТ-5, это 2019 год. Просуграл предпочтительнее тикагрелора, если выбрана стратегия ЧКВ. То есть в данном случае авторы рекомендации, они вспомнили вот это исследование, которое было 4 года назад, и, соответственно, сформулировали эту рекомендацию. Все. Дальше мы выбрали препарат. Дальше мы 12 месяцев, как обычно, назначаем пациенту аспирин и ингибитор P2 и 12, и через год переходим на монотерапию аспирина. Но, опять же, есть нюансы. И вот это, пожалуй, наверное, самая интересная схема. Вот если кто-то попутно там либо конспектирует, либо копирует какую-то информацию, то вот, пожалуй, я бы, наверное, рекомендовал сохранить вот эту картинку, на мой взгляд, для практического врача, который ведет этих пациентов не только в острой фазе, но и в стационаре, в поликлинике. Вот эта схема, она наиболее интересна. За последние годы было проведено огромное количество исследований в разных схемах с разными препаратами, направленные на попытки, скажем так, уменьшения объема антитромбоцитарной терапии. То есть исследователи смотрели, а что будет, если, например, отменить двойную терапию не через год, а через полгода, а через три месяца, а если с более сильного антиагреганта перейти на более слабый, и, в общем-то, результаты большинства этих исследований, они выглядели довольно неплохо. Сокращалось количество кровотечений, при том, что эффективность она не снижалась. И вот, наконец, все эти исследования, они были суммированы вот в такую табличку. Итак, давайте смотреть. Это альтернативные стратегии антитромбоцитарной терапии во имя снижения риска кровотечений в первые 12 месяцев. То есть что мы можем сделать? Здесь, опять же, стратегии, их две. Первое – это сокращение продолжительности двойной антитромбоцитарной терапии. То есть если риск кровотечений совсем высокий, можно дрожащими руками отменить второй антиагрегант через месяц. Можно отменить через три месяца. Можно отменить через шесть месяцев и перейти на монотерапию. Причем, обратите внимание, это не обязательно монотерапия аспирином. Это может быть монотерапия, например, клопидогрелом или тикогрелором. То есть вот такой вариант тоже есть. И мы, кстати, сегодня, вот в самом завершении нашей встречи, обсуждаем ключевые исследования, мы снова к этому сценарию вернемся. И вторая стратегия – это так называемая деэскалация, то есть ослабление. Ослабление чего? Ослабление интенсивности терапии. Мы через месяц, может быть больше, может быть через два месяца, когда захочется. Мы можем перейти с двойной терапией с более мощным ингибитором P2 и 12, то есть просугрел или тикогрелор. В России просугрел как-то не прижился, обычно все-таки мы тикогрелор используем. Мы можем в какой-то момент перейти на двойную терапию аспиринского педаграла. Напомню, что если мы собираемся это делать, то делать это надо через нагрузочную дозу обязательно. То есть вот такая вот, пожалуй, действительно интересная и, наверное, практически полезная схема в ситуации, когда мы имеем пациента с повышенным риском кровотечения. И надо сказать, что в клинических исследованиях, в которых тестировали вот эти схемы, как правило, уменьшение риска кровотечений, оно не сопровождалось ухудшением, то есть падением эффективности. Поэтому вот такие варианты, они допустимы. И уже вот эта вот 12 месяцев двойной антитромоцитарной терапии перестает быть единственно правильной стратегией. Следующий сценарий антитромоцитарной терапии, который мы очень часто обсуждаем, это совместное назначение антиагрегантов с антикоагулянтами у пациентов, которые нуждаются одновременно в антикоагулянтной терапии. Чаще всего это пациенты с фибрилляцией предсердия. В каждых практически рекомендациях, которые выходят каждый год, а то и несколько раз в год, мы с вами видим разные схемы, которые, в принципе, демонстрируют одно и то же. У нас в рекомендациях по фибрилляции предсердия, в фокусном обновлении по ОАКам и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, это еще одна 1050-я инкарнация этой таблички. И, в принципе, здесь тоже какой-то революции нет. То есть, обратите внимание, стандартная схема – тройная терапия на период госпитализации. То есть, в стандартной ситуации, если у нас нет какого-то повышенного риска ишемических осложнений, то мы можем выписать пациента уже с рекомендациями перейти на двойную терапию. Если у пациента риск ишемических осложнений более высокий, ну, что это такое? Повторное событие, повторный инфаркт, многососудистое поражение, сахарный диабет, продолжение курения, недораскрытый стенд, бифуркационное стентирование, то можно пролонгировать тройную терапию до одного месяца. Ну, я, как всегда, обращаю внимание, что это нужно очень четко не только прописать в выписке, но и объяснить пациенту. К сожалению, таких ситуаций много, когда пациент выписывается из стационара, там в выписке что-то написано, пациент продолжает принимать по накатанной эту терапию, потом он приходит и выясняется, что прошло уже шесть месяцев, а он до сих пор принимает антикоагулянт и два антиагреганта. Ну, это, конечно, вещи недопустимые, поэтому, уважаемые коллеги, я всячески призываю очень четко обозначать и добиваться понимания со стороны пациента сроки тройной антитромботической терапии. Дальше. Дальше продолжается, вернее, начинается двойная терапия, которая состоит из, чаще, прямого перорального антикоагулянта и антиагреганта, чаще не аспирина, это либо тикогрелор, либо клапидогрел, и эта терапия может либо продолжаться до 12 месяцев, либо может прерываться через 6 месяцев. Опять же, рекомендации с уровнем 2B, они допускают прекращение двойной терапии, переход на монотерапию через 6 месяцев. Ну, а если риск ашемических осложнений высокий, то тут уже без вариантов до 12 месяцев двойная терапия из антикоагулянта и антиагреганта, и дальше переход на монотерапию, чаще, то есть на монотерапию антикоагулянта. А в этой ситуации антиагрегант уже не нужен. Замечательно. Ну, вот это самое такое сложное. Вот. Теперь пойдут вещи уже более ознакомительные. Почему? Потому что эти технологии, конечно, доступны не везде. И речь здесь идет о новых методах визуализации. У нас на практике, что у нас есть? У нас есть ангиография. И, как правило, этим все начинается и этим все заканчивается. Тогда, как в последние годы в мире появились и развиваются и дополнительные вспомогательные методы внутрисосудистой визуализации. И, в частности, это внутрисосудистые УЗИ, которые, по нашим представлениям, используются в основном для науки. И оптокогерентная или оптикокогерентная, оптическая когерентная, по-разному все переводят. Оптикокогерентная томография, которая позволяет, ну, фактически, визуализировать атеросклеротическую бляшку. Поэтому я, с вашего позволения, не буду подробно комментировать этот слайд, потому что подробно комментировать есть смысл то, что мы завтра сможем использовать на практике. Да, вряд ли мы завтра будем делать всем нуждающимся пациентам оптокогерентную томографию, но лишь скажу, что эпоха монополии традиционной ангиографии, она завершается. Потому что все-таки ангиография – это просветография. Мы не видим бляшки, мы додумываем, что они есть, мы видим просвет. Тогда, как внутрисосудистая УЗИ и оптикогерентная томография – это действительно методы визуализации, которые позволяют увидеть саму бляшку, оценить ее структуру и так далее. Но, опять же, наверняка прогресс остановить невозможно, и эти методы будут постепенно входить в нашу клиническую практику. Еще один интересный практический вопрос. И вот здесь мы видим, как это выглядит в рекомендациях. Чуть позже мы с вами обсудим еще одно исследование. Вопрос тоже вечный и вопрос, который, ну, наверное, немало упирается, в том числе, в экономическую составляющую. Потому что, увы, когда речь идет о стентировании, то сразу у наших организаторов здравоохранения возникает вопрос, за чей счет банкет, сколько стентов оплатит квота. Так вот, практический вопрос. Вопрос, нужно ли ревоскулиризировать только инфаркт-связанную артерию, либо же стараться ревоскулиризировать все, до чего можно дотянуться. Вот ответ на этот вопрос. Если это кардиогенный шок, то ревоскулиризация только инфаркт-связанной артерии, дальше реанимация и уже в стабильном состоянии отсроченная ревоскулиризация. Если это инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ, то предпочтительно полная ревоскулиризация, в крайнем случае ревоскулиризация вторым этапом в течение 45 дней. Ну, а если это острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ, то, опять же, как вы видите, 2А рекомендуется все-таки, если возможно, полная ревоскулиризация. Ну, а дальше это не очень доступно для нас. Это функциональная, инвазивная оценка. Это про фракционный резерв кровотока, который, к сожалению, тоже существует далеко не во всех центрах. Поэтому краткий ответ на этот вопрос. Если состояние пациента относительно стабильное, то лучше во время индексной процедуры, то есть во время первой процедуры в острой фазе, лучше ревоскулиризировать все гемодинамически значимые стенозы. Еще несколько позиций. Это таблички из раздела «Что нового?». Опять же, нельзя сказать, что это что-то принципиально новое, но, во всяком случае, мы можем посмотреть, куда ветер дует. Если блокада не разрешается в течение 5 дней имплантации КС, там раньше, по-моему, неделя была, возможности дополнительных методов визуализации магниторезонансной томографии, эхо с контрастированием, имплантация CRT или кардиовертер-дефибриллятора при блокаде высокой степени – такие вещи достаточно очевидные. Интересный раздел, касающийся сопутствующих заболеваний. И если с сахарным диабетом все понятно, фактически вот эти тезисы относительно сахарного диабета, они вполне перекликаются с тем, что мы только что обсуждали, то, наверное, интерес представляет вот эта часть, которая посвящена онкологическим пациентам. Потому что в основном раздел сопутствующих заболеваний, он посвящен пациентам онкологическим. Итак, если у пациента прогноз плохой, то рекомендуется ограничиться консервативной стратегией. Если выживаемость больше 6 месяцев – стратегия инвазивная. Прерывание противоопухолевой терапии, если она могла быть кардиотоксичной. И обратите внимание, три последние строчки – это ограничения по применению аспирина, клопидогрела и просугрелотикогрелора с точки зрения уровня тромбоцитов. Это вопросы, которые часто возникают. Сейчас таких пациентов становится все больше и больше. Больные с раками, они живут, они живут долго, они получают лечение. Но, соответственно, мы вынуждены решать эти междисциплинарные проблемы. Несколько вопросов вторичной профилактики. Первое. Естественно, интенсификация гиполепидемической терапии, интенсификация терапии с татинами, добавление изотимиба. Чуть позже на следующей картиночке я покажу эти схемы. Они довольно очевидны. И вот обратите внимание, вот это, наверное, то относительно новое, что основано на недавних исследованиях, это возможность применения колхицина. Я напомню, что за последние годы, там, 3-4 года, было два очень серьезных исследования. Исследование ЛОДОКО, исследование КАЛКОТ. Одно из них у пациентов с инфарктом миокарда, второе у больных с острым коронарным синдромом. Соответственно, сейчас и в рекомендациях по инфаркту миокарда, и ранее в рекомендациях по хроническому коронарному синдрому с уровнем 2b добавлена возможность назначения колхицина. Ну, я честно скажу, что я пока еще не назначил ни одному пациенту с ишемической болезнью сердца колхицин, но, строго говоря, рекомендации потихонечку нас к этому подталкивают. Конечно, это не всем. Здесь, говорится, я, видите, я сделал такой немножко адаптированный перевод для того, чтобы просто крупными штрихами привлечь ваше внимание к тому, что появилось. Вот, если здесь вот почитать все, что написано маленькими буквами, то здесь написано «при недостаточном контроле основных факторов риска или рецидивирующем событии». То есть, если это повторный, например, инфаркт миокарда, там, пациент плохо, допустим, пациент не бросает курить, у пациента плохо контролируемый сахарный диабет, вот это такая ситуация. Можно назначить колхицин, если пациент будет его переносить. Ну и, наконец, это, по-моему, завершающий слайд, который касается гиполепидемической терапии. Он, несмотря на вот такую кажущуюся сложность, на самом деле очень простой. То есть, о чем здесь идет речь? Пациент поступает с инфарктом миокарда. Если он раньше не получал гиполепидемическую терапию, он должен сходу, не глядя на липидный спектр, получить высокую дозу статина. Если пациент раньше получал статины, но в недостаточной дозе, соответственно, дозу статинов надо сразу же, не глядя на липидный спектр, увеличить до максимальной, а возможно и добавить сразу изотимиб. Вот, 2B, то есть, это можно делать, в данном случае исследования не очень большие, но это возможная стратегия. Если пациент уже получает максимальную дозу статинов, мы обязаны добавить изотимиб. Если пациент получает максимальную дозу статинов и изотимиб, то следующий шаг – это добавление ингибиторов PCS-K9. Про инклисеран здесь пока речи не идет, но вот то, что есть, то есть. Опять же, здесь ничего нового. Вся эта схема, она абсолютно логична и непротиворечивая, она вытекает из тех исследований, которые были завершены не так давно. Ну вот обратите внимание, кстати, на сроки. Вот очень часто задают вопрос, а когда, вот если я назначил статины, а когда оценивать эффективность? Вот здесь, вот эти вот рамочки, они установлены. Ответ 4-6 недель. Вот через 4-6 недель после выписки, а потом еще через 4-6 недель. Вот ответ на этот вопрос. Вот, таким образом, рекомендации по острому коронарному синдрому, они представляют собой такой вот некий синтез двух документов. Раньше, напомню, что это были два отдельных документа. Инфаркт с подъемом УКС, без подъема сегмента СТ. Чего-то революционно нового, наверное, там не произошло, но наибольший интерес представляют вот эти вот схемы изменения антитромботической терапии. В ряде ситуаций, при высоком ишемическом, или наоборот, высоком риске кровотечения, мы вольны эту терапию пересматривать. Третий документ, который мы очень коротко обсудим, потому что он небольшой, и это небольшие рекомендации, это так называемое фокусное обновление клинических рекомендаций 2021 года по сердечной недостаточности. И, по большому счету, в этом документе всего-навсего 13 страниц, из которых там половина – это список литературы, и, по большому счету, там всего две таблички, которые, конечно, появление которых связано с новой доказательной базой по ингибиторам натрия-глюкозного код-транспортера второго типа. Итак, две таблички. И первая табличка – это ХСН с промежуточной фракцией выброса. Что здесь появилось? Совершенно очевидно, что здесь появилось с классом 1, дапоглифлозин и эмпоглифлозин. Почему это произошло, мы прекрасно понимаем. Это результаты тех исследований, которые год назад, два года назад завершились. Ну, а дальше с классом 2B, то есть, ну да, скорее надо. Это блокаторы РАС и примкнувшие к ним орнии, это антагонисты минералокортикоидных рецепторов. И бета-блокаторы, ну, назначь, глядишь, поможешь. Но глифлозины здесь должны быть. И это вторая табличка, вторая картиночка – ХСН с сохраненной фракцией выброса. Здесь все еще проще. А если раньше мы говорили, что мы толком не знаем, чем лечить ХСН с сохраненной фракцией выброса, поэтому назначайте мочегонные, лечите основное заболевание, то теперь между позициями назначайте мочегонное и позиции лечите основное заболевание здесь встраиваются еще и ингибиторы натрия-глюкозного котранспортера второго типа, ДАПа и ЭМПа-глифлозин. Вот все очень просто. На этом, собственно, обзор вот этого апдейта, обновления по сердечной недостаточности и завершается. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы с вами перевалили, так сказать, за экватор. Мы с вами обсудили основные клинические рекомендации. Есть еще два документа, которые были приняты. Это клинические рекомендации по кардиомиопатиям и клинические рекомендации, господи, еще один документ, по инфекционному эндокардиту, да, конечно же. Но это тема отдельного обсуждения, просто невозможно объять необъятного. Я думаю, что в будущем мы найдем время обсудить и эти документы тоже, а может быть и не со мной, а может быть с другими спикерами. Ну а теперь вторая часть моего сегодняшнего рассказа будет посвящена ключевым клиническим исследованиям, которые были представлены на Конгрессе. Ну, сразу скажу, что каких-то исследований вот с таким вау-эффектом, которые бы просто сокрушали устои, потрясали и корни меняли нашу практику, наверное, в этом году не было. Вот так, как это было с глифлозинами несколько лет назад, с фенориноном. Вот, к сожалению, каких-то революционных исследований не было, что, в общем, объяснимо. Честно говоря, вы помните, что и эволюция, она идет вот таким образом, некими ступеньками, вот скачок, а дальше осознание, скачок, а дальше осознание. Вот так же точно и наука движется. И мне кажется, что вот после того скачка в фармакотерапии, который был на протяжении нескольких лет, мы сейчас вышли на уровень осознания, там, а что же мы натворили и как же этим пользоваться. Но, тем не менее, давайте поговорим об основных исследованиях. Некоторые, возможно, будут полезны и в нашей реальной клинической практике, ну, а некоторые, наверное, заставят, может быть, о чем-нибудь задуматься. Итак, давайте начнем. Первое исследование, с которого, собственно, начиналось, это исследование, которое открывало как раз сессию хотлайнов, это исследование STEP, это семаглютит у пациентов с сердечной недостаточностью, сохраненной фракцией выброса и ожирением. Ну, надо вспомнить, да, что есть что. Итак, семаглютит – это представитель класса агонистов рецепторов глюкогоноподобного пептида первого типа, наверное, такой самый известный и самый скандальный препарат, уход которого с российского рынка обсуждался очень активно. И, в принципе, во всем мире сейчас это едва ли не препарат номер один. Я сегодня в новостях где-то прочитал, что возможность применения семаглютида у пациентов с ожирением вывела компанию Новонордиск на вообще там второе место в Европе, то ли в Европе, то ли в Дании просто по обороту, там как-то очень укрепила экономику Дании. Но остается за них только порадоваться. В России семаглютида фактически нет, но, опять же, это вопрос времени, потому что, конечно, рано или поздно появятся аналоги, появятся дженерики, ну, прогресс невозможно остановить. Вот, поэтому, конечно, мы должны все равно об этом знать. Итак, семаглютит – сердечная недостаточность. Ну, про агонисты рецепторов глюкогоноподобного пептида первого типа в контексте сердечной недостаточности мы как-то еще не говорили. То есть мы не говорили, что мы не обсуждаем, мы говорили о том, что они не вредят, они не ухудшают ситуацию, но про их какую-то пользу мы доселе не знали. Вы прекрасно понимаете, что сердечная недостаточность сохраненной фракции выброса – это не всегда такая очень простая ситуация для диагностики, особенно у пациентов с ожирением. Ну, пришел пациент с ожирением и с одышкой, ну, проще все же сказать, ну, а что ты хочешь? Ну, все же, конечно, у тебя одышка, потому что у тебя ожирение, вот это у тебя одышка от ожирения. Одышка от ожирения или одышка от сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса. Согласитесь, на практике этот вопрос, он не всегда столь однозначен. Итак, семаглютит против плацебо. Здесь семаглютит назначается по схеме, по которой его используют у пациентов с ожирением. Дело в том, что семаглютит, он как и лироглютит, он имеет два коммерческих названия. Одно для лечения диабета, второе для лечения ожирения. В России препарат для лечения ожирения, он еще и не был зарегистрирован, у нас был только азенфик, который используется для лечения диабета. Здесь, обратите внимание, это не про диабет. То есть здесь ни в критериях включения, ни в критериях исключения, здесь о диабете вообще речи не идет. То есть это именно про сердечно-недостаточности сохраненной фракции выброса. Тем временем вы видите критерии включения, вот тут и BNP, и структурные изменения по данным ЭХО, и ожирение. Значит, семаглютит по схеме лечения ожирения и плацебо. Ну, очень интересная такая конечная точка, очень непростая. Я, честно сказать, долго пытался разобраться, что же здесь хотели авторы, и мы сегодня еще раз к этому дизайну подойдем. Первичные конечные точки – это динамика качества жизни. Вот это вот KCCQ – это канзасский опросник качества жизни. И динамика массы тела. То есть это абсолютно суррогатные конечные точки. Здесь ни о каком прогнозе тут речи не идет. Вторичные конечные точки – это тест с шестиминутной ходьбой. И вот такая интересная иерархическая композитная конечная точка – довольно сложный статистический метод. Вот я, честно, не могу поклясться, что я разобрался полностью. В общем, по каждой конечной точке – вот качество жизни, масса тела, тест с шестиметровой ходьбой, там выделяют тех, кому стало лучше, кому стало хуже, некое отношение, переход на следующий уровень, и в конце рассчитывают вот эту иерархическую композитную точку. Вот win – это победитель, да, win – это победитель. То есть вот это вот отношение победителей, победителей к лузерам. Такой вот суррогатный интересный индекс. И, кстати, динамика циреактивного белка. Давайте смотреть, что получилось. Значит, характеристика пациентов. Тут очень кратко индекс массы тела – 37. Пожалуйста. Фракции выбросов в среднем – 57. Но обратите внимание, что пациенты довольно прилично лечены. Но единственное, что очень мало пациентов, которые бы получали глифлозины. Но это понятно почему. Исследование делается не один день. Естественно, на момент включения глифлозины еще не были стандартом лечения у этой группы пациентов. Короче говоря, пациенты с сердечно-недостаточности сохраненной фракции выброса. И препарат на сегодняшний день один из мощнейших для лечения ожирения под названием семаглютит. Смотрим, что получается. Качество жизни улучшается достоверно, кто бы спорил. Динамика массы тела положительная. Ну, то есть, в смысле, как отрицательная. Короче говоря, хорошее. Худеют люди. Худеют, причем худеют очень хорошо, худеют очень достоверно. Еще раз повторю, на сегодняшний день семаглютит, ну и, наверное, терзепатит, примкнувший к нему. Это лидеры в плане медикаментозного воздействия на массу тела. Тест с шестиминутной ходьбой. Прирост. Ну, несомненно. Если люди худеют, естественно, уменьшается одышка, естественно, улучшается качество жизни, естественно, увеличивается дистанция ходьбы. В общем, пока ничего сверхъестественного нет, мы могли бы обо всем этом сказать бы и так, и без всякого исследования. Вторичная и конечная точка. Вот она, это win ratio, вот это отношение победителей к побежденным. Как вы видите, здесь практически разница в полтора раза. А вот дальше интересно. Вот дальше как раз то, что, наверное, заставит нас задуматься. Динамика ЦРБ. То есть, С-реактивный белок снижается. Хорошо. Системное воспаление снижается. И уменьшается уровень НТПРБНП, который, в общем-то, для нас является неким маркером такой активности сердечной недостаточности. Снижается частота госпитализации по поводу хронической сердечной недостаточности. В плане безопасности все неплохо. Естественно, частота инфарктов, инфарктов, инсультов, она меньше. Вот это САИ серьезные нежелательные эффекты. Что касается отмены препаратов, да, с тем углютит отменяют чаще, чем плацебо. Из-за чего? Из-за известных побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Потому что вся вот эта группа препаратов, АГПП-1 и твенкретин, вызывает тошноту. Тошноту, диспепсию – это известно. Иногда, правда, говорят пациенты, что это хорошо, потому что тошнота, опять же, препятствует лишнему приему пищи и набору веса. Но, тем не менее, есть пациенты, которые не могут переносить АГПП-1 именно из-за тошноты. Ну и, наверное, главный вопрос. Собственно, вопрос, который звучал в обсуждении этого исследования, вопрос, на который предстоит дать ответ. Да, результат исследования хороший. То есть пациенты с ожирением и сердечной недостаточностью худели, и от этого им становилось лучше. И, собственно, вопрос, становилось лучше им просто от того, что они худели, или от того, что у АГПП-1, в частности, у семаглютида, есть какие-то собственные плеотропные эффекты. Вот на этот вопрос предстоит дать ответ, и, скорее всего, исследователи инициируют следующую третью фазу исследования, которая уже будет ориентирована на оценку твердых конечных точек. Поэтому очень может быть, что пройдет там еще 5-7 лет, и мы уже в контексте лечения сердечной недостаточности будем говорить не только о глифлазинах, но и об АГПП-1. Видите, как у нас все время тесно сращивается тема сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Следующее исследование, исследование Low Star, хотя, казалось бы, оно очень простое, но, тем не менее, я думаю, что оно должно вызвать просто максимальный отклик в наших сердцах, потому что это исследование посвящено сравнению лоб в лоб двух, наверное, самых популярных препаратов, лидеров рынка – это аторвостатин и розовостатин. Очень редко согласитесь, когда кто-либо сталкивает лоб в лоб двух современных представителей одного класса препаратов. Мы сегодня с вами уже вспоминали, когда про сугралстикогрилором столкнули, вот получился ИСАР-рект. Вот это исследование, в котором у больных с ЭБС сравнивали лоб в лоб без плацебо аторвостатин и розовостатин. Очевидное ограничение этого исследования заключается в том, что это Южная Корея. Почему это ограничение? Мы знаем, что у азиатской популяции несколько по-другому работают статины, и, наверное, тенденции все те же, но вот прям напрямую экстраполировать эти результаты, наверное, не совсем правильно. Но, тем не менее. Исследование было сделано по дизайну 2 на 2. Что это такое? То есть там было, как бы, две цели. Первая цель – это сравнить две стратегии. Первая стратегия – лечить высокой дозой, вот просто даешь вслепую высокую дозу. И вторая стратегия – тетровать до цели, лечить до цели. То есть приращивать дозу до достижения целевого ЛНП. Там различий принципиальных не было. Вот в этой стратегии и, собственно, докладчики этого исследования на Конгрессе, они не докладывали вот эту часть исследования, ее можно прочитать. Вторая цель – это именно сравнение лоб в лоб, прямое сравнение розового статина и оторвого статина. Причем, видите, 4,5 тысячи пациентов и длительное в течение трех лет наблюдение с хорошей конечной точкой. Итак, давайте смотреть результаты. Первое – первичная конечная точка. То есть это смерть, это несмертельные инфаркты, это несмертельные инсульты. Различий между розового статином и оторвого статином нет. Если кто-то вдруг захочет спросить, а какие были дозы, мы ответим, дозы были высокие. Здесь давали не грамм в грамм, это были, то есть не миллиграмм в миллиграмм, это были, в принципе, стратегии высоких доз. То есть 20-40 розового, 40-80 оторвого. Там возможны варианты. Итак, различий по эффективности препаратов по твердой конечной точке нет. По отдельным компонентам – отдельно смерть, отдельный инфаркт, отдельный инсульт, отдельно коронарная ревосклюризация. Различий между оторвого статином и розового статином нет. Самое интересное – по безопасности. Показатели безопасности. Здесь, как вы видите, два показателя у нас выбились, и результаты были, различия были достоверные. Первое, ну, кстати, такой не очень большой, P003, ну, это меньше, чем 005, это не катастрофическая разница, но, тем не менее, новые случаи, да, вот 004, ага, новые случаи сахарного диабета. Частота новых случаев сахарного диабета на розового статине была чуть выше. Ну, чуть, но достоверно. И второе различие – операции по поводу катаракты. Тут, правда, очень хочется вспомнить, обычно Игорь Владимирович Сергеенко всегда говорит, да, что вы хотите, чтобы ваш дедушка лежал в гробу с ясными глазками, либо чтобы он соперировал катаракту и жил до 90 лет. Частота операции по поводу катаракты на розового статине была чуть выше. Но, опять же, различия достоверны. Ну, смотрим за счет чего. Динамика ЛНП, то есть розовый статин чуть мощнее, опять же, мы это знаем. Да, розовый статин – самый мощный препарат, то есть если хочешь максимум, дай 40 мг розового статина. То есть розовый статин чуть мощнее оторвого статина. На розового статине достоверно чаще пациенты достигали низкого уровня ЛНП. На оторвого статине чаще требовалась дополнительная терапия с азотимибом. Ну, понятно почему, потому что розовый статин мощнее, соответственно, оторва нужно было комбинировать с азотимибом. Ну, вот, собственно, такие результаты. Поэтому краткое содержание этой серии нашего сериала. Исходы лечения аторвого статином и розового статином глобально с точки зрения прогноза одинаковые. Розовый статин более мощный в плане снижения ЛНП, но за это приходится расплачиваться чуть большим, но достоверным ростом новых случаев сахарного диабета и операций по поводу катаракты. Вот такое исследование ЛОУДСТАР. Я думаю, что мы еще с вами неоднократно услышим обсуждения, комментарии к этому исследованию, потому что, конечно, вы прекрасно понимаете, что молекулы не то, что они на слуху, они у нас в руках, и каждый день мы с вами назначаем и то, и другое. Следующее исследование, я к обсуждению следующего исследования, я перехожу с особым чувством. Когда еще до Конгресса я смотрел программу Конгресса, смотрел перечень тех исследований, которые будут докладывать, то вот это слово на английском языке, вот посмотрите, пожалуйста, и попытайтесь его прочитать, вот это вот квили, квиангсим, вот оно, конечно, впечатляло. Да, я сразу стал соображать, а как же это переводится вообще, стал вспоминать, как в русской номенклатуре переводится ку, там у нас же, помните, хинин, хинаприл, то есть хили, хи, ангсин, ничего себе, нам и так приходится выучивать иногда довольно сложные слова-то, там эволокумап, иногда что-нибудь еще и посложнее. Но когда я уже включил презентацию и стал смотреть доклад этого исследования, оказалось, что это исследование китайское, и вот этот китайский профессор, который, собственно, презентовал исследование Квест, он очень бодро, я тоже научился, смотрите, как у меня получится, он называл этот препарат Чили-Чанг-Чи. Так что, если вдруг когда-нибудь результаты этой исследования воплотятся в практику, а все может быть, то наш арсенал лекарственных препаратов пополнится препаратом под названием Чили-Чанг-Чи. Итак, еще одна смычка города и деревни, причем я уж не знаю, кто тут город, а кто деревня. Европейский конгресс кардиолога, китайский профессор, вот специально я сделал скриншот и, так сказать, представил вам этого уважаемого человека, который представляет исследование препарата Чили-Чанг-Чи, который представляет собой традиционную смесь 11 компонентов традиционной китайской медицины. Естественно, вы сразу спросите, а как действует этот препарат? Ну, как действует препарат китайской медицины? Здесь же написано, смотрите, тонизирует Ки или Чи, это энергия, греет какой-то меридиан Янг или точку Янг, я не знаю, я так и не нашел, что такое Янг, но чего-то он греет, то есть слово warming – это нагревание, и при этом он обладает диабретическим действием, и при этом он способствует циркуляции крови, говорит нам китайская медицина, в общем, короче говоря, Чили-Чанг-Чин – препарат, обладающий одновременно диуретическим, сосудорасширяющим и кардиотоническим свойством. При этом я еще раз повторю, что это не одна какая-то молекула, а это вот традиционная смесь 11 растительных китайских препаратов, которые обладают вот таким вот каким-то набором эффектов. Ну, скажете, вы это несерьезно? Ну, что за шуточки? А как-то все-таки, если мы говорим о Европейском конгрессе кардиологов, о науке, то как-то ж это все должно действовать? Ну, авторы опять же говорят, что вероятно, это действует все через ту же систему первая райгамма, и вот здесь есть… Я не буду, с вашего позволения, уж подробно вдаваться в детали механизма действия этого самого Чили-Чанг-Чина, но, тем не менее, вот как-то какие-то механизмы действия, по-видимому, есть. Гораздо интереснее дизайн исследований и его результаты, потому что мы можем сколько угодно смеяться над тем, что это там какая-то китайская медицина с непроизносимым названием, но посмотрите на дизайн исследования. То есть это абсолютно грамотно сделанное, грамотно спланированное исследование, двойное, слепое, рандомизированное, контролируемое, продолжительностью больше года, до трех лет, три тысячи пациентов, твердые конечные точки и суммарные, и вторичные, то есть абсолютно такой грамотный, хороший дизайн исследования. Характеристика пациентов – это пациенты с сердечной недостаточностью, со сниженной фракцией выброса, в среднем фракции выброса 32, то есть довольно тяжелые пациенты. Это пациенты, которые получали довольно приличную терапию, но опять же здесь было не так много пациентов на глифлозинах, но мы понимаем почему. К моменту, когда начинали это исследование, глифлозины еще не были стандартом терапии сердечной недостаточности, а так большинство пациентов на блокаторах РАС, на бета-блокаторах, на антагонистах минералокортикоидных рецепторов, то есть пациенты, в общем, очень прилично лечены, то есть исследования вполне соответствуют требованиям к исследованию по сердечной недостаточности. И вот что получается. Так, исследование квеста, первичная конечная точка, Чилинг Чанг Чин, снижает вероятность наступления вот этой суммарной конечной точки и смерти сердечно-сосудистой госпитализации на 22%. При этом конечная точка расползается и по госпитализации, и по сердечно-сосудистой смерти. То есть это фактически вот то, что было в исследовании по глифлозину. И, кстати, в комментариях, вот комментаторы этого исследования, они, когда сопоставляли исследование, то они все время сопоставляли его с исследованием DECLARE-HF, потому что по результатам, в общем-то, это эффект, который был получен в исследовании DECLARE-HF. Что касается безопасности, то авторы говорят, что ничего серьезного, ничего страшного на фоне применения Чилинг Чина, Чиличанг Чина не произошло. Поэтому, конечно, возникают вопросы. Ну, во-первых, это интересно. Вот это такой, наверное, анекдотический случай, когда какие-то неведомые нам травки из китайской медицины, к которым мы иногда относимся с нисхождением, они были изучены в ходе абсолютно серьезного, грамотно спланированного клинического исследования. И, конечно, возникают вопросы. Собственно, этот же вопрос, он в завершении был задан и самим докладчикам, и теми, кто обсуждали результаты этого исследования, то есть все-таки что там работает. И, по-видимому, следующий этап этой исследовательской программы это разделение вот этой субстанции, там, этого Чиличанг Чина на 11 запчастей и проверка и попытки понять, а что же там все-таки работает. И очень может быть, что действительно удастся там выделить какие-то работающие молекулы, и мы получим, вероятно, какие-то новые препараты для улучшения прогноза пациентов с сердечной недостаточностью. Поэтому, кто же его знает, очень может быть, я последний раз выговариваю это слово, что вот эта странная ремедия под названием Чиличанг Чин войдет в нашу уже европейскую практику. Следующее исследование и метаанализ, тут будет такой двойной рассказ, будет посвящен терапии с железом у пациентов с сердечной недостаточностью. Ну, в общем, проблема, скажете вы, не нова. И если открыть клинические рекомендации по сердечной недостаточности, вот те самые 2021 года, то мы увидим, что, в общем-то, терапия с железом, она рекомендуется пациентам с сердечной недостаточностью и железодефицитом. И исследование Heartfeed – это одно из исследований с плеядой, вот этих вот железных исследований, железокарбоксиомальтозного комплекса, у больных с сердечной недостаточностью. Ну, обратите внимание, довольно такой жесткий критерий определения железодефицита. Это все, кто когда-нибудь определял уровень ферритина, но если только это не больные с ковидом, а не больные с воспалением, ну, понимают, что ферритин 100 у здорового человека, даже это бывает редко. Поэтому, конечно, определять ферритин, то есть определять железодефицит как ферритин меньше сотни, но это довольно смелая ситуация. Второй показатель – это низкий процент насыщения трансферина. Первичная и конечная точка – смертность, госпитализация, динамика теста с шестиминутной ходьбой. И вот опять там в дизайне этого исследования, там вот тоже использовали сложную такую вот иерархическую конечную точку. То есть когда смотрели отдельно, общая смертность, госпитализация, динамика теста с шестиминутной ходьбой, то есть, как вы видите, каждая вот эта конечная точка по отдельности, она, в общем, в пользу терапии железом. Но когда проделали вот эти сложные статистические выкладки, посчитали, вот видите, тут те, кто выигрывает, те, кто проигрывает по госпитализации, те, кто выигрывает, те, кто проигрывает по тесту с шестиминутной ходьбой. И, в общем, когда посчитали в конце вот этот коэффициент победителей, то оказалось, что он достоверно не отличается. То есть, формально говоря, вот это исследование HeartFit, его можно расценить как исследование с негативным результатом, и, собственно, эта композитная конечная точка, время до смерти или госпитализации, она не разошлась. Ну, и докладчик этого исследования и комментаторы, они, как бы, вздыхали, но дальше следующим докладом был доклад одного из ведущих европейских специалистов по сердечной недостаточности, профессора Петра Паниковского из Польши, который представил метаанализ исследований, этих четырех, ну, вернее, трех с половиной исследований по ферротерапии сердечной недостаточности. Почему трех с половиной? Потому что это три исследования с плацебо-контролем и одно исследование железа против стандартной терапии. В основном в статистический анализ было включено три исследования. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Итак, метаанализ трех больших исследований ферротерапии у пациентов с сердечной недостаточностью. То есть, не все идеально. Те конечные точки, которые касаются смертности, они скорее не расходятся, но те конечные точки, которые касаются госпитализации, они скорее расходятся. Поэтому терапия препаратами железа, она скорее полезна. И вот это, мне кажется, вот этот слайд, наверное, он и отвечает на вопрос. А почему же так? Вот почему в одних исследованиях хорошо, в других исследованиях плохо? Наверное, вопрос упирается в определение того, что такое железодефицит. Вот это субанализ, который посвящен проценту насыщения трансферина. Посмотрите, пожалуйста, если процент насыщения трансферина меньше 15, то все прекрасно работает. И в плане смертей, и в плане госпитализации. А вот если процент насыщения трансферина выше, то железо работать перестает. То есть, скорее всего, вот эта история, она не о дискредитации самого метода. Нет, по-прежнему, конечно, я тоже всецело поддерживаю, что у пациентов с сердечной недостаточностью нужно оценивать показатели обмена железа. И, вероятно, нужно их лечить. Скорее всего, это история о том, какие показатели нужно оценивать и в какой момент определять показания к ферротерапии. Ну и мы с вами движемся к завершению. И в завершении несколько очень, не то чтобы коротких исследований, но скорее коротких блоков по исследованиям, которые, наверное, в большей степени носят тоже такой вот информационный характер. Итак, целая сессия на Конгрессе была посвящена методикам визуализации коронарного русла. Два исследования. Сравнение оптико-когерентной томографии с ангиографией. Исследование с противоположным результатом. Исследование ИЛЮМЕН – это оптико-когерентная томография против ангиографии при сахарном диабете или сложных поражениях коронарной артерии. И вы видите, что кривые не разошлись. То есть формальное исследование негативное. И положительное, хорошее исследование с хорошими результатами. Исследование ОКТОВР – оптико-когерентная томография против ангиографии при сложном дефоркационном стентировании. То есть о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что, еще раз повторю, только уже на примере этих исследований, монополия ангиографии завершается. И, несомненно, эти методики оптико-когерентной томографии внутри сосудистой УЗИ по мере развития технологий, повышения их доступности, они займут свое место. А вот это метаанализ 18 исследований. Ведь это в основном исследования последних, даже не просто последних 10 лет, последних, скорее, 5 лет. Все-таки большинство исследований 18, 19 и более поздние. Кстати, вот сюда же вошли исследования ЛЮМИН и ОКТОВР. Несостоятельность стенда. Вспомогательные технологии визуализации лучше. Сердечно-сосудистая смерть. Вспомогательные технологии лучше. Смерть от любой причины. Использование вспомогательных технологий лучше. Поэтому будем надеяться, что когда-то это все тоже станет рутиной. Исследование Мультистарс – это, опять же, иллюстрация к этой проблеме, нужно ли ревоскулиризировать одномоментно все, до чего мы можем дотянуться, или же можно выполнять отсроченную ревоскулиризацию. То есть, что говорят рекомендации, мы с вами видели. Ну, вот еще одно исследование на эту тему. Итак, одномоментная ревоскулиризация. Вот она, immediate, немедленная ревоскулиризация. Или последовательная, отсроченная ревоскулиризация. Очень достоверные результаты, причем по критерию non-inferiority. А это было, кстати, заложено. То есть, изначально, если вы будете читать абстракт, читать текст публикации, то в публикации будет говориться, что немедленная ревоскулиризация, отсроченная там, она не хуже. Но на самом деле мы видим, что здесь есть достоверность и до критерия superiority. То есть, все-таки немедленная, одномоментная ревоскулиризация всех поражений при ОКС с подъемом сегмента СТ, при инфаркте с подъемом сегмента СТ, она обеспечивает лучший прогноз. В принципе, что и было показано в клинических рекомендациях. Еще одно исследование, тоже, на мой взгляд, такое практически значимое, потому что здесь молекула, которую мы уже, не то что у нас в руках, мы ее, по-моему, не выпускаем из рук, это дапоглифлозин, и тоже те, кто следит за новостями, за развитием науки, ну и, конечно, помните, что все время новые и новые попытки расширить возможности применения глифлозинов, что, на мой взгляд, очень хорошо. Так, глифлозины вошли уже прочно в лечение сердечной недостаточности, хронической, а здесь речь об острой сердечной недостаточности. Ну и, как всегда, когда мы говорим об острой сердечной недостаточности, то мы, конечно, ориентируемся не на какие-то большие твердые конечные точки, а на конечные точки, такие вот немедленные. А что такое немедленные конечные точки для острой сердечной недостаточности? Это декангестия, то есть разгрузка. И если вы помните новости прошлогоднего конгресса, который мы обсуждали в студии Первого МедТВ, то мы с вами обсуждали исследование Эдвор, петлевые диуретики в сочетании с ацетозоламидом. Вот в прошлом году было исследование, которое вот здесь, вот в этом месте, поставило вот эту вот зеленую галочку. То есть это дополнительная разгрузка, комбинации диуретиков. Петлевые с ацетозоламидом можно, петлевые с тиозидами можно. А можно ли комбинировать петлевые диуретики с глифлозинами во имя увеличения диурезы, во имя компенсации острой сердечной недостаточности? А давайте посмотрим. А вот на этот вопрос и должно было ответить исследование Диктейт. Итак, это короткий промежуток. Это, как вы видите, всего дни с наблюдением до месяца. Дапоглифлозин плюс петлевые диуретики по сравнению со стандартной диуретической терапией. Первичная конечная точка, там была композитная объединенная увеличение диуреза и снижение массы тела. И формально она, как мы видим, не выстрелила. Но при разделении на компоненты, да, по весу особенной разницы не было. По применению петлевых диуретиков, естественно, в группе, которая получала дапоглифлозин, доза диуретиков была меньше. Диурез усиливался в большей степени, чем на традиционной диуретической терапии. Пациентам быстрее прекращали применение парентеральных внутривенных петлевых диуретиков, и пациентов быстрее выписывали. Вот такое вот бесхитростное исследование, достаточно простое, но, на мой взгляд, очень практическое. И, конечно, вне всякого сомнения, будут и поправки со временем к официальной инструкции. И мы сможем использовать глифлозины для лечения пациентов с острой сердечной недостаточностью, то есть пациентов, госпитализированных с декомпенсацией ХСЭ. Все предпосылки к этому были, и, мне кажется, результаты исследования, они достаточно ожидаемые. Еще одно интересное исследование, с практической точки зрения, исследование КАСЛ, радиочастотная абляция против медикаментозной терапии у пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью. То есть здесь речь идет о тяжелой и, ну, практически иногда и терминальной сердечной недостаточностью, потому что посмотрите, пожалуйста, какие конечные точки здесь. Имплантация ВАД. ВАД – это искусственный левый желудочек, Ventricular Assisted Device, то есть система – это шунт вокруг левого желудочка, и пересадка сердца. То есть это действительно пациенты очень тяжелые. Здесь были пациенты с четвертым функциональным классом, в среднем фракции выброса была порядка 29-25%. То есть это пациенты, которых все-таки чаще всего не рассматривают как кандидаты на интервенционное лечение. Это пациенты, которых оставляют интернистам, которых оставляют кардиологам и лечить таблетками. Посмотрите в то же время, какие результаты, насколько достоверны и насколько выражены различия. То есть 0,24 – это значит минус 76%. Минус 76% по первичной и конечной точке, минус 71% относительного риска смерти от любых причин. То есть это, конечно, аргумент в пользу расширения показаний к радиочастотной абляции вот у этих достаточно тяжелых пациентов. Вот это исследование, несомненно, имеющее практическое значение. Еще одно очень интересное исследование, которое наверняка тоже будут комментировать, и на первый взгляд оно выглядело практически как парадоксальное, но обо всем по порядку. Исследование FREIL, FREIL AF – это фибрилляция предсердия. Сложно себе представить, но есть еще пациенты, которые до сих пор по поводу неклапанной фибрилляции предсердия продолжают принимать варфарин. И среди них есть пожилые пациенты. И вот таких пожилых пациентов, которые по поводу неклапанной фибрилляции предсердия принимают варфарин, включали в исследование FREIL. В контрольной группе они продолжали принимать варфарин, как принимали, так и принимали, а в основной группе пациентов переводили с варфарина на пуаки, то есть делали то, что мы на практике очень часто делаем, очень любим делать. Зачем вам пить этот варфарин? Давайте мы вас переведем, и вам не нужно будет ничего делать, не нужно будет контролировать МНО. Короче говоря, сплошное счастье. И вот таких пациентов в количестве 1300 человек включили в это исследование. Средний возраст пациентов 83 года, то есть пациенты действительно достаточно пожилые, пациенты с высоким индексом вот этой самой хрупкости, пациенты с высоким тромбогенным потенциалом, риск по час-два ваз, 4 балла, ну понятно, там 2 балла уже за возраст. И смотрите, что получилось. Первичная и конечная точка кровотечения. Это кошмар. При переходе с варфарина на пуаки риск кровотечений увеличивался в полтора раза, даже больше, в 1,7 раза, там полтора раза за счет крупных кровотечений. То есть когда вот мы, так сказать, увидели эти результаты в режиме реального времени, то это просто кошмар. На 69% больше кровотечений на пуаках. При том, что не было различий по тромбоэмболическим осложнениям и общей смертности. То есть это что такое? Это значит, что-то такое, что вот должно нас как-то вот вернуть назад в эпоху варфарина. Вот, но черт как всегда кроется в мелочах. Наверняка вы уже задались вопросом, а собственно на какие пуаки и в какой дозе переводили пациентов. И вот ответ на этот вопрос. К сожалению, большинство пациентов в этом исследовании, это было исследование, ну, не то что в реальной практике, исследование-то было структурировано, оно было модерируемым, но врачи могли переводить на все, что угодно. И вот, к сожалению, 50% пациентов переводили на риворексабан. И вот в этом, скорее всего, и ответ, вот почему так скверно получилось. Потому что, конечно, у пациентов, ну, это известно, это известно и по исследованиям, это известно и по анализам реальной клинической практики, на риворексабане у пожилых пациентов количество кровотечения рекордное. Поэтому риворексабан – это не препарат для лечения пожилых пациентов с фибрилляцией предсердия. Это повышение риска кровотечения даже по сравнению с варфарином. Вот такая история. Наверняка это исследование еще будут комментировать, будут обсуждать. Ну, вот, очень интересно. То есть, с одной стороны, результаты, а с другой стороны, вот, развязка, разгадка. Ну, и, наконец, последнее исследование, тоже очень коротко. Помните, я, говоря об инфаркте миокарда, как раз обещал на этом остановиться. Исследование OPT-BIRISC. Продленная терапия к лапидагрелам по сравнению с двойной антитермоцитарной терапией у пациентов с инфарктом миокарда. Очень короткий дизайн. 9-12 месяцев стандартная двойная антитермоцитарная терапия. А дальше часть пациентов продолжала двойную терапию к лапидаграл плюс аспирин до еще 9 месяцев, а потом монотерапия аспирином. А часть пациентов переходили на монотерапию к лапидаграл. То есть, это попытка пролонгировать терапию не за счет аспирина, как это часто делается, а за счет к лапидаграла. Посмотрите, пожалуйста, что получилось. Получилось, в общем, хорошо. Кровотечений, естественно, на монотерапии было меньше. Ну, понятно, что монотерапия к лапидагрелам даст кровотечений меньше, чем комбинированная терапия к лапидагралам с аспирином. Но и с точки зрения тромботических осложнений, опять же, на лапидагреле было не хуже, а даже, в общем-то, и лучше, чем на комбинированной терапии. Ну, остается вопрос там, почему так, но, во всяком случае, не хуже. Ну, единственное ограничение исследования, как всегда, это азиатская популяция. То есть, это исследование тоже, которое было сделано в Юго-Восточной Азии. Вот, ну, так или иначе, не значит, что мы с завтрашнего дня будем делать по этой схеме. Скорее, это еще один аргумент в пользу того, что иногда, вот, в попытке пролонгировать терапию, это можно делать не за счет, скажем, двойной терапии, которая будет более агрессивной, не за счет терапии аспирином, который, наверное, будет слабее, а за счет терапии к лапидагрелам, монотерапии, которая будет таким нечто, что-то нечто среднее, нечто сбалансированное. Ну, что ж, уважаемые коллеги, на этом моя содержательная часть подошла к концу. Я, как мог, я старался уместить в отведенное время вот те все новости. Ну, а теперь я, да, я благодарю вас за внимание, и я попытаюсь ответить на вопросы, которые, наверное, поступили. Добрый день. Оказывает ли семаглютит, получаемый для снижения веса, значимое влияние на сердечно-сосудистые риски у пациентов с ожирением и диабетом? Да. Обладает семаглютит у пациентов с сахарным диабетом, изучен в исследовании Sustain-6, это исследование по твердым конечным точкам. Именно поэтому у нас, вот когда речь идет о диабете, у нас агонисты глюкогоноподобного пептида вообще, и семаглютит в частности, они ранжируются как препараты с доказанным положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Что на сегодняшний день известно об эффективности селективных антагонистов минералокортикоидных рецепторов? Спрашивает Татьяна. Ну, про эплеринон, мне кажется, мы знаем все уже давно, никаких новых исследований по эплеринону, по-моему, никто не проводит, но препарат довольно старый, он появился там в России, по-моему, в 2005 году, если мне память не изменяет. А вот новый препарат – это финоринон, который изучен в исследованиях Фиделио и Фигаро у пациентов с сахарным диабетом второго типа и хронической болезнью почек. И оба исследования, там разная немножко популяция, там где-то потяжелее, где-то полегче, доказали, что финоринон, будучи нестероидным селективным антагонистом минералокортикоидных рецепторов, обладает очень хорошей доказанной нефропротекцией, но пока в России его нет. Отличаются ли подходы к введению пациентов с диабетом второго типа с ожирением и без? Знаете, формально они несколько отличаются пациентам, почему формально объясню, пациентам с диабетом второго типа и ожирением в качестве препарата в первой линии рассматриваются агонисты глюкогоноподобного пептида первого типа, либо, если смотреть последние этого года международные рекомендации, то препарат терзепатит – это агонист АГПП-1 и ГИП, то есть твинкретин, анкретин двойного действия, но, увы, в России нет ни одного, ни другого пациента. И опять же, при ожирении с осторожностью, скажем так, надо назначать пиоглитозон, потому что он может способствовать некоторому набору веса. Но это такая теоретическая информация. Добрый день, на какой уровень ферритина нужно ориентироваться для коррекции железодефицита у пациентов с сердечной недостаточностью, сохраненной промежуточной фракцией выброса? Ну вот здесь видите, как раз вот эти вот исследования-то по железу, вот они показали, что если брать сотню, то, наверное, это будет перебор. Не говоря о том, что довольно часто высокий ферритин – это еще индикатор воспаления. После ковида мы очень хорошо все познали, что ферритин – это острофазовый показатель. Поэтому вот если ориентироваться на метаанализ, то процент насыщения трансферина нам в помощь в принципе меньше 20 можно назначать. Так, достаточно ли перорального приема железа пациентам с сердечной недостаточностью? Я не уверен, что исследования такие были, потому что исследования в основном по железокарбоксимальтозному комплексу. Как аудитория, Анна задает вопрос, как аудитория воспринимала материал по чилинчангчину? О, восторг! Вам удалось? Меня восхищает уже то, что вам удалось его написать по-русски без ошибок. Ну, скажем так, с большим интересом. Нет, тут действительно все, понимаете, все честно. Вот исследование было сделано честно и с большим интересом. Ну, это действительно наука. Может быть, кто же его знает, может быть, это наше будущее. Многие вещи, к которым мы относились так легкомысленно, скептически, они в последующем выстреливали. В конце концов, многие лекарственные препараты, которыми мы до сих пор пользуемся, они родом-то из вполне себе как-то растительных традиционных средств. Что ж, дорогие коллеги, ровно 90 минут мы с вами работали. И вот теперь аппаратная прислала мне информацию, что вопросов больше нет. Я благодарю вас за внимание. Наша сегодняшняя программа будет запиврена. Она уже записана, она будет размещена в архиве. Всего доброго, хорошего вечера и до новых встреч и в аудитории Первого МедТВ и не только. Всего доброго.